Только единство и совместная работа в области безопасности. Таковы выводы по итогу саммита УДКБ в Москве, который состоялся накануне. Лидеры стран организации договора о коллективной безопасности обсудили самые острые вопросы. Конфликт в Украине, расширение НАТО и санкционное давление со стороны западных стран. Сегодня мир видоизменяется и однополярность, к которой привыкли американцы, закончилась. Это тоже надо учитывать, чтобы в современных геополитических штормах выстоять. Об этом и не только говорил в своей речи Александр Лукашенко. Президент буквально давил на болевые точки УДКБ, но лишь с целью оздоровления и укрепления организации. В целом же первый предложил целый план действий. Усилить политическое взаимодействие, объединить потенциально аналитических центров и, наконец, выступить с единой информационной политикой. Словом, речь Александра Лукашенко произвела должный эффект. Экспертное сообщество в один голос поддержало президента, как и многие авторитетные журналисты. Какой след оставила встреча в Москве? Продолжить тему Алексей Волков. Работа миротворцев УДКБ в Казахстане вдохнула в организацию новую жизнь. Ведь это был первый случай, когда страны проявили единую позицию, и организация вступила в дело по-настоящему. Пожар цветной революции в степи гасили быстро и методично. Восточного союзника отстояли. Молниеносная тактика сработала. А что со стратегией в долгую? Шесть президентов, шесть толпов территории безопасности, которую мы зовем ОДКБ. В этом году у организации двойной юбилей. Ровно 30 лет, как подписали договор, и 20 с момента, когда четыре звонкие буквы ОДКБ прозвучали на просторах Евразии. Впрочем, не до торжеств. Оттого встреча излучала деловой, даже слегка тревожный тон. Время непростое. Хотя когда оно было иным? Надеюсь, что организация, которая за предыдущие годы превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше, имея в виду и непростые времена. Но хотелось бы отметить в этой связи, что и в 1992 году, и в 2002 году тоже были непростые времена. Они не заканчиваются никогда. Но организация играет очень важную роль на постсоветском пространстве, стабилизирующую роль. В этом году председатель Армения. Следующий, 23-й, белорусский. Впрочем, Никол Пашинян предоставит право Александру Лукашенко выступить первым. Очевидно, понимая, белорусскому лидеру точно хватит духу, чтобы обозначить самые острые проблемы. Однополярная система мироустройства безвозвратна, уходит в прошлое. Однако коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций. В ход идут все средства, в том числе в зоне ответственности нашей организации. Это отбряться не оружием, натовским у наших западных границ, до развязанной против нас, в первую очередь против России и Беларуси, полумасштабной гибридной войны. НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети уже нейтральных, вчерашних, Финляндию и Швецию. Действует по принципу «кто не с нами, тот против нас», лицемерно продолжая декларировать свою оборонительную направленность. На этом фоне контрастом выглядит подлинно оборонительная и миролюбивая позиция организации договора коллективной безопасности. ОДКБ появился на осколках Варшавского договора. И все же разница разительна. ОВД закреплял биполярность мира и отдавал роль антагониста НАТО. Современная организация. Про оборону. То есть войны никто не ищет. И понятное дело, что несмотря на то, что мы не угрожаем блоку НАТО, а все происходит с точностью наоборот, все равно мы должны выстраивать свою оборонную политику с учетом тех стран, которые являются нашими союзниками, как союзное государство Республика Беларусь, или союзниками по договору ОДКБ. И те страны, которые сейчас являются как бы наблюдателями, остаться в стороне все равно у вас не получится. К тому же мы еще открываем двери и для других стран, которые могут войти в этот договор коллективной безопасности. Взгляда на карту хватит, чтобы понять ситуацию. На границах с Белоруссией шальная роза ветров проводит учения «Защитник Европы» и «Быстрый ответ». Контингент до 30 тысяч солдат. Таджикистану досталось тяжелое наследство американского Афганистана. Карабахский конфликт в Закавказье и, наконец, Россия. На востоке учения Японии и Кореи, на западе – Прибалты. В той же Эстонии идут маневры с исчерпывающим названием «Ёж-2022». Ни одна страна не представляет угрозу для Североатлантического блока. Более того, кроме задействованных на территориях Польши и стран Балтии 15 тысяч человек по операциях вооруженных сил США «Атлантическая решимость» и объединенных вооруженных сил НАТО «Усиленное передовое присутствие», дополнительно прибыла группировка для укрепления восточного фланга Альянса. И вот тут наше военное взаимодействие в рамках союзного государства Белоруссии и России. Членства Белоруссии в ОДКБ являются теми самыми стабилизаторами, оказывающими определенный отрезвляющий эффект на горячие головы по ту сторону границы. Этот пример свидетельствует о том, что если бы этого не было, боюсь, что горячая война уже была бы и на территории Беларуси. Кстати, они попробовали это в 2020 году. Тем временем оружейное лобби Вашингтона ликует. Развязаны руки по отправке оружия в Украину на десятки миллиардов вечно зеленых. Конечно же, не за «тэнкью», а вполне реальные деньги и пшеницу. Да, украинцам может еды банально не хватить, зато теперь хватит дживелинов. Тот же «Ленд-лиз» – гениальная формула подсаживания Украины на десятилетия долгов. Нечем будет отдавать? Не будет денег, зато будут чернозем и закарпатские леса. Звездно-полосатый инвестор риски просчитывает идеально. И все это на глазах ОДКБ и подсанкционный аккомпанемент ЕС. Нынешняя экономическая война против России является частью агрессии против и России, и постсоветского пространства. Я считаю, что здесь нужен коллективный отпор всех стран ОДКБ санкционным усилием Запада. Нужен коллективный отказ от соблюдения любых незаконных ограничительных мер против наших стран. И на этом фоне у шести лидеров в Москве было что обсудить. Информационная борьба. Здесь мы тоже в обороне, а надо наступать. Вот пример. За пару недель до саммита британские СМИ писали, что Кыргызстан разочаровался в ОДКБ и хочет вступить в НАТО. Фейк, а осадок есть. Почему их не заставить гадать? А Германия правда уходит из Альянса? На фоне жесточайшего агалтерла санкционного прессинга стороны консолидированного Запада постулаты единства и солидарности срабатывают далеко не всегда. Это видно, к сожалению, по голосованию в международных организациях. С молчаливого согласия наших партнеров в Беларуси и Россия, вопреки всем законам международной жизни, по приходи Запада шельмуются и исключаются из международных организаций. Да, оказывается, давление жесткое и беспринципное на вас, членов ОДКБ. Но ведь именно для таких ситуаций существует коллективная взаимная поддержка. Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть. Затронули президенты и тему вступления Скандинавии в НАТО. Это очередная попытка затянуть Россию в конфликт. Финляндия и Швеция хотят, а вот Турция не очень. Анкара считает, что эти страны покрывают террористов. А без единогласной поддержки развитие стокгольмского синдрома у Хельсинки и Стокгольма задерживается. Любовь к НАТО-пленителю придется обуздать. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО, конечно, очень сильно ухудшает военно-стратегическую ситуацию в северо-западном регионе. Этот вопрос затронет, безусловно, и безопасность России, и безопасность Республики Беларусь. Поэтому в рамках ОДКБ нам необходимо совершенствовать все необходимые оборонные совместные решения и действия. Ну и также усиливать двухсторонний формат военного и военно-технического сотрудничества между Москвой и Минска. Кстати, уже после саммита Лукашенко и Путин встретились тет-а-тет. Решили лидеры говорить без СМИ, но вопросы обозначили. Импортозамещение, ракетостроение и строительство порта под Питером. В ближайшее время ожидается и отдельная встреча. Два года президенты в таком составе не собирались за круглым столом, только онлайн. Еще больше не обращали внимания на незначительные вещи. Вот, например, союзники, а для самолетов воздушные коридоры закрывают. Или площадка ООН. Голосование врозь. И тут у западного блока можно поучиться. Там в любой ситуации единый фронт. Даже когда его окончание – кровавый след по всей планете. Алексей Волков, Богдан Петрашко и Дарья Белоусова-Петровская. Агентство теленовостей.